Рожайте на здоровье! Государство продолжит платить россиянам за второго и последующих детей. Обращаясь сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин обрадовал всех родителей. Выплаты материнского капитала продолжатся еще минимум два года. Помощь окажут и аграриям, которым предстоит кормить не только свою семью, но и всю страну. Цель – обрести независимость от импорта. Самые важные напутствия президента с местным уклоном в материале Анжелы Брик. В свое послание президент, как и ожидалось, начал с тем, который у всех на слуху – борьбы с международным терроризмом и конфликта с Турцией. По словам Владимира Путина, отношения у России обострились не с турецким народом, а с правящей кликой. Ответом на агрессию властей будут экономические санкции. Мы не собираемся и не будем прятать оружие. Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Ввоз турецких продуктов, мяса, птицы, фруктов и овощей запретят уже с нового года. Впрочем, екатеринбургские потребители новые санкции практически не заметят. В общем объеме импорта товары из Турции составляют всего 6%. Занять освободившуюся нишу уже готовы другие страны, причем их цены даже ниже. Как минимум могу назвать 6-7 стран, которые сегодня не то что готовы, а вообще считают за большую удачу произошедший вот этот вот инцидент, потому что не могли попасть на российский рынок. Это из наших ближайших партнеров Азербайджан. Вопросом экономики президент уделил особое внимание. Критической ситуации на рынке нет, хоть россиянам приходится и не сладко. Помощь от государства не заставит себя ждать. Одним из самых ожидаемых нововведений стало предложение президента изымать у собственников сельхозугодия, которые используются не по назначению. Такие участки, к радости свердловских законотворцев, будут продавать с аукциона. У нас достаточно большой процент земель, которые годами находятся вне оборотов. Они уже заросли деревьями, но, к сожалению, не было механизмов. И когда была согласительная комиссия, мы эту тему как раз обсуждали. И было, как говорится, приятно услышать, что на уровне президента было дано поручение разработать механизмы по изъятию таких земель. Поддержку окажут не только аграриям, но и людям семейным. К радости тех, кто готовится к выполнению в ближайшие годы, Владимир Путин объявил, многодетным родителям продолжат выплачивать материнский капитал. Считаю, необходимо продлить программу материнского капитала еще как минимум на два года. Демографический вопрос нужно решать комплексно. От очередей в детские сады удалось избавиться. Настало время подумать о школах. Большинство екатеринбургских учреждений работают даже не в две, а в две с половиной смены. Необходимо строить новые здания и реконструировать старые. На эти цели из федерального бюджета в следующем году выделят 50 миллиардов рублей. В Свердловской области сейчас надо просто очень тщательно готовить заявки, показывать потребность. Я думаю, что достаточно серьезная часть дойдет и до Свердловской области. Сегодня во всей стране ситуация со школами не очень хорошая. Нужно ремонтировать, нужно реконструировать, нужно строить новые. И то, что вообще впервые такая строчка появилась, несмотря на все проблемы с экономикой, это очень важно. Отдельно глава государства затронул наболевшую тему оптимизации сети больниц и поликлиник. Он призвал чиновников на местах каждый раз тщательно проверять, оправдано ли закрытие лазаретов в маленьких городах и деревнях. Не всегда теоретические какие-то определения и оценки стыкуются с жизненной правдой. Потому что действительно это может быть не 100 километров, а может быть расстояние между селами в 5-6 километров. Но для мамы с детьми или для пожилого человека преодолеть их без транспорта по полю, через поле, через лес, это становится непреодолимой препятствием. Зачитывая текст обращения, Владимир Путин уложился в час. Впрочем, теперь еще несколько месяцев документ будут разбирать на фразы и предложения. Многим строчкам из него предстоит стать новыми законами. Анжела Брик, Алексей Богданов, Новости 41-го канала. Анжела Брик, Алексей Богданов, Новости 41-го канала.